Переломный момент в войне с исламским государством. Международная коалиция добилась в борьбе с террористами серьезных успехов. В Палмасул идет штурм города Рака. Все подробности узнаем от Сергея Услендера. Судя по всему, в войне против исламского государства наступил коренной перелом, и уже явно просматривается ее финал. Сейчас боевые действия идут на территории двух государств, Ирака и Сирии. В Ираке практически завершен штурм Масула. Этот город несколько лет был главным оплотом террористов на территории страны. Захвачен исторический центр города. Там периодически вспыхивают перестрелки. Отдельные группы боевиков сопротивляются. Но уже совершенно очевидно, что наступление, которое больше года вела иракская армия при поддержке сил коалиции, успешно закончилось. Над старинной мечетью Аннури, своеобразным символом Масула, развивается иракский флаг. Любопытно, что именно в этой мечети четыре года назад известный террорист Абубакар Аль-Багдади провозгласил создание исламского государства и самого себя назвал халифом. Наши силы продвинулись вглубь, к югу старого города, захватывая объекты, указанные командованием. Мы уничтожили большое количество боевиков, освободили заложников. И сейчас занимаемся обезвреживанием мини-ловушек, которыми буквально напичкано все вокруг. Про так называемого халифа информация все время поступает, крайне противоречивая. Только о его ликвидации уже сообщали минимум раз десять. По последним данным он скрывается вблизи города Ракка в Сирии. Там сейчас... Это неофициальная столица халифата. И там сейчас открыт второй фронт борьбы с ним. Повстанцы, которые называют себя сирийские демократические силы и курдские отряды, при поддержке американской авиации форсировали реку Ефрат и ворвались в южные районы города. Бои идут крайне ожесточенные. Наступающие продвинулись к центру Ракки и сейчас понемногу зачищают его от боевиков. Учитывая, какое колоссальное пропагандистское значение этот город имеет для террористов, сражение там ожидается тяжелое и очень кровавое. Но исход его практически ясен. Устоять против многочисленных и хорошо вооруженных сил при полном господстве в воздухе американской авиации террористы, конечно, не смогут. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.